И действительно, лучше всего городскую среду создают сами горожане. Об одном из них наш следующий сюжет – фото, пожалуй, самого необычного маршрутного такси в городе. Многие видели в социальных сетях. Внутри обыкновенной пассажирской газели висят портьеры, картины. Всем желающим водитель предлагает конфеты. А Мичи уже называют машину «Царской». Юлия Боброва нашла необычный автомобиль и познакомилась с его водителем. Вполне обычная и ничем не примечательная омская маршрутка. Но она только кажется такой, пока не зайдешь в салон. А внутри все для пассажира. Яркие, удобные сиденья, вот такие вот изящные шторки, книга жалоб и предложений и даже сладкие бонусы. Такая поездка точно пройдет с комфортом. Классическая музыка, сладости и вежливый водитель. Бахтияр Нуманов свою газель называет ласково – батончик. Из-за формы и, главное, любимого желтого цвета. На 304 маршруте он работает три года. На то, чтобы создать уют в обычной маршрутке, ушло 60 тысяч рублей. Но Бахтияр, в переводе с иранского это имя означает «счастливый», денег не жалеет. Ведь каждый пассажир для него – дорогой гость. Женщина вот в сторону солнечного, они сюда едут. Она сказала мне специально, я тебя ждала почти 40 минут. Я говорю, ой, спасибо большое. А почему вы ждали? Потому что твой муж, хочу, твой муж гослушает. Ты, пожалуйста, даже меня поцелули они. Да, правда, поцелули. Водитель, можно вас поцелуить? Пожалуйста. Вот стояла, она мне поцелула. А я своим работам кайфую. Когда скажешь спасибо большое, я буду кайф. Ох, от души. Коллеги только удивляются. Бахтияр не курит в салоне, не нарушает правила бесплатно возить детей и всегда вежлив. Даже с агрессивными пассажирами. И горожане отвечают ему взаимностью. Попадаю на нее и вечерами, и все, водитель ведет машину спокойно, не торопясь, не обгоняя, не нарушая ничего. Миленько. Нет, действительно, первый раз на такую езжу, что будет хорошо, если побольше таких. Работа тяжелая, но от своих принципов водитель самой необычной «Газели» в Омске отступать не собирается. И надеется, что коллеги последуют его примеру. Ведь конфеты и шторы не обязательны. Достаточно просто уважать пассажиров. Юлия Боброва, Алексей Попов. Новости. Здесь Омск. Юлия Боброва, Алексей Попов. Новости. Юлия Боброва, Алексей Попов. Новости.